Самострои стали причиной затяжных устранений аварий на сетях водоснабжения в Симферополе. Водные вопросы Крыма обсудили на совещании в стенах Совета Министров Республики. Водоснабжение, пока мы не выясним характер повреждения, будет ограничено. Особенности проведения осеннего призыва в Крыму в период пандемии. Как обезопасить новобранцев и сколько молодых парней призовут на военную службу. У нас в районах проходило тестирование призывников при проведении призывных комиссий районных. Медали, грамоты и первые места. В Крыму уже много лет юными талантами славится гимназия – интернат для одаренных детей. Одаренные дети отличаются большим познавательным интересом, большой чувствительностью к окружающему миру, большим запасом словарным, очень хорошей памятью. Сразу несколько крупных аварий в крымской столице в минувшие выходные стали причиной перебоев подачи воды в дома симферопольца. Повреждения трубы специалисты устраняли на Дмитрия Ульянова. Последствия поломок сотрудники воды Крыма ликвидировали также на улице Эскадронная и Маршала Жукова. На этом череда аварий не прекратилась. Протечка воды на проезжую часть была зафиксирована сегодня, 12 октября, на перекрёстке улиц Декабристов и Шполянской. «Мы отключили эту часть города. Это примерно от Солгера до Киевской, от Толстого до Кирова водоснабжение, пока мы не выясним характер повреждения, будет ограничено». Устранение аварий на сетях водоснабжения в Симферополе, как правило, затягивается из-за возведённых на них самостроях, сообщил министр ЖКХ республики. Собственники не всегда предоставляют доступ к сетям, именно поэтому специалисты тратят на работу больше времени. Выход из ситуации в руководстве Крыма видят один – применение к владельцам зданий жёстких мер. «Должен быть какой-то алгоритм действий в такой ситуации. Если мы понимаем, что в дальнейшем такая картина, должен быть в том числе силовой заход на территорию, скрыванием всех сетей. Но если кто-то построился на сетях, соответственно, из-за них нет водоснабжения целого района нарушено, ну, коллеги, ничего другого, кроме как действия жёстко, ничего другого предложить не могу». Продолжается в Крыму и работа по решению водной проблемы полуострова. Использование только лишь исключительно подземных вод не рассматривается, поскольку такой способ в дальнейшем может привести к экологическим проблемам. Бурение дополнительных скважин, по словам Сергея Аксёнова, только временная мера. «Использование в таких объёмах подземных вод чревато последствиями. Никто не знает, чем всё это может закончиться. Поэтому, на наш взгляд, здесь все вопросы отработаны. Единственный выход сегодня – это опреснение, но стабильное. Все разговоры о том, что там полно воды под землёй, коллеги, всё заканчивается рано или поздно. Если это когда-нибудь вода будет морской вытеснена, потом будем иметь такие последствия, что останемся без сельского хозяйства вообще без ничего». Сразу четыре научные организации рассматривают возможность очистки вод реки Салгир для её дальнейшего использования. Экспертные заключения будут получены совсем скоро. Первые, но пока не окончательные прогнозы уже названы утешительными. Кроме того, на повестке дня заседания – работа осенизаторов. В Крыму планируют создать специальный реестр таких компаний, которые работают легально. Очистные сооружения в селе Ухромное перейдут на круглосуточный режим работы. Точка приёма отходов будет оборудована камерами видеофиксации. Мария Моссур, Служба новостей и ТВ. Смертельное ДТП с автобусом в Крыму. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии в Красногвардейском районе, в которой погиб водитель легковой машины, сообщает Пресс-служба МВД Республики. По информации ведомства, в воскресенье 11 октября 44-летний водитель автомобиля Киа, двигаясь по федеральной трассе со стороны Джанкоя в направлении Симферополя, по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, который ехал в противоположном направлении по своей полосе. Водитель легковушки скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Роспотребнадзор Роспотребнадзор напомнил крымчанам о правильном использовании масок. В ведомстве отмечают эффективность таких средств защиты, возможно, только в сочетании с другими мерами профилактики – частым мытьем рук, дезинфекцией и дистанцией. Менять маску необходимо каждые 2-3 часа. Одноразовые средства индивидуальной защиты из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро. Стоит отметить, главной пользой ношения маски является значительное снижение опасности инфицирования для себя и окружающих людей. Эпидемия COVID-19 носит свои коррективы, в том числе и в работу Вооруженных сил России. Актуальным вопросом для будущих военнослужащих остается соблюдение безопасности проведения призывной кампании и в дальнейшем проживание в казарме. Набраться опыта в этом деле позволил весенний призыв, рассказали представители военного комиссариата Крыма на пресс-конференции в Симферополе. Несмотря на активное распространение коронавирусной инфекции в регионе и в стране, Министерством обороны проводится комплекс мероприятий для пресечения заражения. Как итог удалось полностью выполнить план весеннего призыва. Более двух тысяч человек прибыли на службу войска. Компания проходила в несколько этапов. Все мероприятия, которые мы проводили, они проводились поэтапно. У нас в районах проходило тестирование призывников при проведении призывных комиссий районных. Потом они прибывали к нам в республиканский военный комиссариат, где также при прибытии их проводилось тестирование. И после только проведения тестирования, получения результата этого тестирования, с ними проводились медицинские комиссии и остальные другие мероприятия. Безопасность соблюдается и по прибытию новобранцев в военную часть. Там будущие защитники родины проходят двухнедельный карантин в отдельном продезинфицированном помещении. Соблюдается и масочный режим. При осеннем призыве на срочную службу – обязательная процедура – двойное тестирование. В районных комиссариатах МАЗОК на сборном пункте – анализ крови. Особое внимание уделяется и моральной устойчивости каждого призывника. Сейчас наиболее мы качественно отбираем по профотбору. Во-первых, у нас призывники проходят тестирование по профессиональной подготовке, психологической подготовке. И качественно отбор происходит непосредственно из частей приезжают у нас профотбористы и проводят. И уже на начальном этапе мы уже этих людей пытаемся отсеивать, с кем бывают очень большие проблемы. Представители военного комиссариата Крыма отмечают, особой мотивацией для службы в армии становится дальнейшее трудоустройство в государственные силовые структуры, а также в коммерческие предприятия, куда без военного билета на работу не принимают. Определённым специальностям можно обучиться, находясь на службе в армии в учебных частях. Среди новобранцев есть и те, кто уже получил какое-либо образование помимо школьного. Приоритет остаётся для тех, у кого нет диплома об окончании вуза. У нас даже была установка начальника генерального штаба в весенний период, после школ, мы не призывали ребят, мы давали возможность им поступить. Отметим, осенний призыв в этом году стартовал 1 октября и продлится до 1 декабря. Согласно плану проведения призывной кампании, около 2000 новобранцев будут определены на службу Вооружённой силы России. С 12 по 14 октября в центральных районах Крыма сохраняется высокая пожарная опасность. В связи с тем, что на территории полуострова установилась сухая безветренная погода, объявлено штурмовое предупреждение, сообщает Главное управление МЧС России по Крыму. С начала года в Крыму зафиксировано 3364 пожара, из них 102 – природных. Причиной возникновения в большинстве случаев становится человеческий фактор, отметили в ведомстве. Однако усугубляет обстановку и изменение климатических условий. На период особого противопожарного режима продолжают действовать ограничения на посещение лесов, запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухой травяной растительности на придомовой территории. Нарушителен грозит штраф от 2 до 400 тысяч рублей. Органами Государственного пожарного надзора с момента установления особого противопожарного режима проводятся рейдовые плановые осмотры территорий. Их на сегодняшний день проведено порядка 4 тысяч. Различным организациям и гражданам вручены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Это порядка 1800 единиц было вручено. За нарушение требований пожарной безопасности на период особого противопожарного режима привлечено к административной ответственности 1138 человек. Дети – цветы будущего. Именно на них всегда возлагаются главные надежды на лучший, более развитый мир. В Крыму талантливых детей очень много. Все они с самых ранних лет работают над собой и проявляют свои силы в разных сферах деятельности. Старшим переживать за судьбу младшего поколения точно не стоит. Школьники Симферополя увлекаются самыми серьезными и востребованными делами и вовсю демонстрируют свои способности в различных конкурсах. Я участвовала в международных конкурсах, всероссийских олимпиадах, региональных конкурсах по истории, общественной знания, литературе, русскому языку и английскому языку. Я тоже увлекаюсь иностранными языками, литературой, историей, общественной знанием. Участвуем в региональных олимпиадах различных. Есть много побед, также защита исследовательских работ Малой Академии Наук, дебатное движение на английском языке. Вообще я играю на гитаре, также я увлекаюсь математикой, решением олимпиадных задач, еще занимаюсь спортом. В основном я участвую в олимпиадах по математике, но также я писал две работы, исследовательских по обществу знанию. За них у меня есть серебряная и бронзовая медаль на международном конкурсе. Я победитель муниципальных этапов всероссийских олимпиад по биологии, экологии и русскому языку. Также я в прошлом году была участником олимпиады Максвелла, это физика. Я увлекаюсь историческим краеведением и в этой сфере у меня немало побед. Выиграла кубок международного жюри и золотую медаль. Конкурс называется «Международные молодежные инновации. Новое время». Что делает ребенка одаренным? Чем он отличается от других детей и с чем сталкивается на своем жизни на пути? На эти вопросы лучше всех знает ответ и школьный психолог, который всегда поможет и подскажет, как бороться со всеми трудностями. Одаренные дети отличаются большим познавательным интересом, большой чувствительностью к окружающему миру, большим запасом словарным, очень хорошей памятью, любовью к книгам, к чтению. Они ставят зачастую нереалистичные цели и когда они этого не достигают, они очень расстраиваются. Вот поэтому мы здесь стараемся создать такие условия, чтобы эти росточки наши взросли и дали хорошие плоды. Школ, где обучаются исключительно интеллектуально одаренные дети, в Крыму не так уж и много. В Симферополе такое учебное заведение есть. Гимназия-интернат для одаренных детей уже много лет открывает свои двери для юных умов республики. Здесь дети не только учатся и проявляют свои академические способности, но и в прямом смысле живут. Чтобы обучаться в гимназии, совсем не обязательно быть круглым отличником. Главное – стремление и желание проявить себя. А вот сейчас по тем результатам, которые мы видим в обучении, это на самом деле одаренные дети. И среди них есть те ребята, которые в табелях имели не самые лучшие оценки, но показывают очень высокий интерес к учебе и возможности. И они просто горят теми дополнительными возможностями, которые мы им даем. Сейчас под крылом гимназии-интерната находятся более трёх сотен учеников. Все они – победители и призёры разнообразных олимпиад и конкурсов муниципального, республиканского и международного масштабов. Татьяна Ополева, Артур Добряков, Служба новостей и ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова